Здравствуйте, друзья! В этом видео поделюсь с вами разгоном видеокарты на примере игрового ноутбука HP с видеокартой GTX 1050 и процессором Intel Core i5-9300H. Разгонять буду через утилиту MCI Afterburner, повыше частоту ядра на 100 МГц и частоту памяти на 1000 МГц. Тест будет проводиться на примере игры Far Cry 5, а запись с помощью Xbox Game Bar. Выставляем высокие настройки. Слева параметры без разгона без подставки, справа параметры без разгона с подставкой. Без подставки температура держится на 3-4 градуса выше. Даже частота ядра в автоматическом режиме разгоняется на 20 МГц, ну 25 МГц больше. В остальном плюс-минус одинаково. Завершился тест. В итоге получаем данные результаты. Кадров отрисовано 2361 без подставки и с подставкой 2378 на копеечку больше. Но все равно приятно. И температуры были ниже в среднем на 3-4 градуса. Следующая пара тестов идет. Слева разгон без подставки, справа разгон с подставкой. Посмотрим при какой конфигурации все-таки будет лучше. В данном тесте наблюдается примерно такая же разница в температуре 3-4 градуса. Процессор греется градусов на 10 меньше, что очень круто. И сам разгон ведет себя стабильно. Никаких не было дополнительных фризов, вылетов и все в этом духе. Еще одна пара тестов подошла к концу. Сейчас посмотрим на результаты. Разгон без подставки 2645 с подставкой 2663. Подведем общий итог. Возьмем два теста. Без подставки, без разгона. С разгоном и с подставкой. 2361 кадр отрисовано. Против 2663. И средний FPS 40 против 45. Это 12,5% примерно. За такой легкий разгончик, думаю, неплохой результат. Ну и подставка снижала температуру видеокарты на 4 градуса. А процессора HD 15 градусов. Пишите в комментариях, каких результатов добились вы. Если возникнут вопросы, так же буду ждать под видео. И с радостью отвечу на все. Дальше больше можно помучать мою GTX 1060 на ПК. С вас лайк и подписка. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok